Ну что же, друзья, всем привет! Всех еще раз приветствую из Ростова. Андрей Кусков у микрофона. И сегодня у нас на наших глазах сыграют уже второй раз за день воспитанники Академии футбольного клуба «Зенит» и воспитанники Академии футбольного клуба «Ростов». Это юношеская футбольная лига 1 и здесь у нас... Ух! Здесь пришлось потянуться за этим мячом. Брайдан здесь правила нарушил. Отмечаю, что, конечно, Андрей Почепцов просит своих... Ох, как проходит придача! Ставцев! Ставцев, беги! И-и-и-и! Москвичев! Москвичев великолепно здесь сыграл и... Да, Ставцев может немножко простраиваться, потому что момент-то был. Хороший проход здесь и... Каштан там все-таки достает этот мяч. Вот смотрите, достает, а мне казалось, что уже нет. Мяч штрафной под удар! Шантали! С левой нет, под правую подработал! Именно расставились одни и другие. Шантали будет бить, наверное. Нет, смотрите, Романов! Романов! Ох, он Москвичев потащил. Да. Удар от Шантали, наверное, мощное преимущество хозяев. Пошла подача в центр! И-и-и! Ух там! Да, и все-таки гол! Семенчук! Давид Семенчук! В начале мяч попал ему в ногу, но было ощущение, что он как-будто бы этот мяч остановил. Он там как-то прокатился мимо соперника. А потом Семенчук увидел, что можно-то еще раз попробовать по нему ударить. Попробовал, и вот Давид Семенчук забивает первый мяч в этой встрече. Снова петербуржцы с мячом. Ну, ростовчане, да, видимо, интересно. Сейчас как будто бы даже немножко отдают владение сопернику с одной стороны. Почему бы и нет? Да, все-таки именно... Зенец! Сейчас нужно раскрываться! И вот они это делают! Это гол! О, Столбов! Столбов, капитан команды, здесь все-таки забил. И прошивают Иванова! А что произошло с обороной Ростова? Непонятно! Давайте еще раз посмотрим. Романов, попытка между двумя пройти. И, смотрите, выцарапал здесь мяч себе. 52-й номер Ростова. Передача. Низом хорошо. Каштан отсюда можно бить. Каштан бьет. Москвичев. Хорошо, мяч успевает. Хорошо, Шантали может попробовать пробить отсюда. Забьет и Ви! И гол! О, у Даниэл Шантали! Какой мяч! Ну просто штамкует он их! Нет, ну если так спросить, кто удивлен, что он так умеет, я думаю, никто из тех, кто интересно следит за матчами Ростова. Но каждый раз удивляешься, как у него это получается. Что там? Сердечко в камеру, по-моему, капитана. Ростов полетела. Да, слушайте, такой, конечно. Моменчики, давайте еще рассмотреть, Мурадян бросить. Чуть ли не до центра штрафной. Сейчас Мурадян очень всех оказался здесь. Мяч забрал. Ох, как! Ковальков, хорошо. Мяч подхватил, даже пробил, но... Их счет 2-1, вообще, положение дела на поле прямо сейчас более или менее устраивает. Еще осталось, чтобы время побыстрее бы шло. Фимов там пытается проткнуть, ох, и получилось у него. Ну-ка, и гол! 3-1. А это как раз вышел на замену Феликс Чеплиев. Чеплиев счастлив. 80-я минута, и счет становится 3-1. Да, для петербургцев, мне кажется, это, ну, если не фиаско, то очень близко. К этому, кстати, для Феликса Чеплиева, если я правильно понимаю, этот гол становится первым. До этого у него было только 2. Да, вот так герник достаточно неплохо. Забросил прямо в штрафную. Мурадян на выносе. Ох, Абзолилов ошибается. Здесь может получиться выход 1-0. Убегает, убегает. И Иванов на выходе великолепно. Если сейчас вот ребята чуть более дерзко сыграют где-то, то, может, из-за того что-то и выйдет. Вот сейчас как раз Зюганов в передаче на Шантали. Шантали выше. А пожадничал, мог дальше отдать. Тащить. Три минуты у нас добавлено. Зюганов сейчас, смотрите, подыгрывает себе мяч. И хорошо. Ну что, сейчас Ростов празднует победу. И если Ростов вдруг решит... Вот сегодня, конечно, он притормозил Зенит. Но чисто в теории еще есть у него 2. Чтобы испортить все и для оппонентов Зенита. И тоже, кстати, возможно подняться повыше. Соответственно, надо для этого обыгрывать и Спартак, и Краснодар. Продолжение следует...